Виталий Пиксаев делает свой вклад в бесперебойную работу поездов, кораблей и не только за его плечами 18 лет работы на электровыпрямителе, участие в создании 9 патентов. А все начиналось с радиоприемника, который Виталий Пиксаев, будучи восьмиклассником, собрал из нескольких деталей. Первое ощущение такое, ну вот оно, какая-то магия, вот как это вообще возможно, что вот динамик каким-то образом издает звук. Соответственно, вот этот интерес, он как раз и породил во мне все это изучать, как работают электронные устройства, как работают электронные схемы. Интерес к электронным схемам со временем не угас и превратился из увлечения в профессию. Сейчас Виталий Пиксаев вместе с коллегами из отдела микропроцессорных систем управления создает, можно сказать, мозг преобразователей, платы и программы, без которых эти устройства не будут работать. Процесс сложный и долгий, требует постоянных испытаний, порой в разных уголках страны, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. В итоге, благодаря работе научно-инженерного центра преобразовательной техники электровопрямителя, можно, например, управлять водяным насосом, заряжать телефоны и пользоваться кондиционером в поездах. Наша задача нашего отдела как раз-таки разрабатывать эти системы для преобразователей электроэнергии, реализовывать новые алгоритмы управления, скажем так, делать их более современными, гораздо приятнее, если у вас преобразователь какой-то оснащен дисплеем, например, сенсорным. Не только опытный специалист, но и грамотный руководитель. Под крылом Виталия Пиксаева трудятся 12 человек и начинают трудовой путь будущие инженеры. Он показал себя отличным начальником, я даже сказал бы, что должность, мне кажется, создана для него. И он отлично может помочь в личных вопросах и также в рабочих. То есть в рабочих моментах можно подойти спокойно, он к этому нормально отнесется, может помочь. Всегда стремится развиваться сам в своей профессии и является примером для развития молодежи, который он всячески помогает, курирует и воспитывает. Он является дипломом-руководителем студентов, также всегда у нас является руководителем производственной практики. Многие студенты, побывав у него на практике, остаются в его отделе, развиваются и становятся начальником бюро, руководителем подразделений и так далее. Виталий Пиксаев буквально живет работой и признается, порой варианты технических решений могут прийти во сне. Не перестает творить даже дома, после работы берется за инструменты и придумывает что-то для души. Его труд и самоотдачу оценили на республиканском конкурсе «Инженер года-2022». Виталий Пиксаев победил в номинации «Электроника, электротехника и приборостроение». Даже не рассчитывал на какие-то подобные награды, на то, что там, уж тем более, что там первое место какое-то мне дадут. Ну, на самом деле, все эти заслуги, они не только мои. Понятное дело, что я тоже как-то причастен ко всему этому делу. Ну, и здесь, наверное, заслуга в основном коллектива. Награда найдет своего героя в День российской науки в феврале. По традиции пройдет торжественное собрание, на котором отметят лучших инженеров республики. Ольга Данилова, Александр Овчинников, Народные новости.